Всем привет, друзья! С вами Аверпер Геймс и сегодня посмотрим бой от моего подписчика с ником М.Караев. Играет он на Объекте 268 и лично, как по мне, это, наверное, одна из самых лучших, если не самая лучшая ПТ. Ну, потому что, ребят, у неё очень жёсткая броня, очень читерная броня, у неё очень опасная пушка, которая стреляет каждые 12 секунд. Вот, вы видите, друзья, как на 800 хитпоинтов он отоварил Хэвика, который просто в самом начале боя решил занять позицию за насыпью. Это жесть, это жёстко. Вообще, напишите в комментариях, у кого есть эта ПТ, как она, действительно ли она так хороша, как вот, ну, я лично считаю. Вообще, ребят, когда я против неё остаюсь в ПВП или просто воюю против неё, то, ну, как правило, я, знаете, не выигрываю. Ну, потому что закрутить её тяжковато даже, не, на среднем танке, конечно, можно её закрутить, да, но, допустим, на тяже, на том же ЕСЕ-4, на том же Хэвике, там, я не знаю, кто у меня ещё есть, ФВ-215Б, на них закрутить эту ПТ, ну, практически нереально. Она их, по-моему, обходит в своей динамике. Смотрите, вторая плюшка залетела уже по хомячку, и всё летит в башню. Кстати, друзья, как вам эта позиция, мне лично не доводилось раньше видеть, чтобы ПТ-воды занимали эту позицию, ведь здесь всего лишь виднеется вот этот маленький-маленький кармашек, вот эта щёлочка между домиками. Вот, ребят, но, как видим, позиция неплохая, так что чекайте, проверяйте, мотайте себе на ус. Так, смотрите, здесь 113-й загулял, едет он вообще непонятно на что рассчитывает, может, думал, что удастся втанковать, но, друзья, ББ-шка нашего ПТ-вода залетает просто как к себе домой. Там Т110Е3 пытается довоевать, что называется, с 113-м, но наш герой отправляет его в следующий бой, говорит, иди-ка ты, наверное, покачай себе 121-го, хватит, наигрался ты уже в этом сражении. Ребят, тем временем счёт 2-2, и тут бабаха прокатывается. Они всё никак, по-моему, не поймут, что здесь стоит 268, который так и жаждет, чтобы кто-нибудь проехал. Они все там по-чуть выкатываются, непонятно, что сделал 113, напишите в комментариях, зачем он это сделал, просто упоролся или что? Так, и тут бабаха уже отправилась в ангар. Хорошо, конечно, что минус бабаха, потому что это тоже очень опасное ПТ, конечно, без такой брони, без такой динамики, но с просто сумасшедшей пушкой. И тем временем, ребят, пока я тут болтал, счёт становится 3-5, не в нашу пользу. За нашего героя ещё есть целая бабаха, но, ребятки, бабаха эта, судя по всему, АФКшет. Вот, тут ещё Хэви накидывает, уже барабан разрядил, ну, точнее, 2 снаряда из барабана. И, по факту, остаётся наш герой 1 против 4-х, ну, точнее, уже против 3-х, потому что хомяка отправляет в ангар просто с одной пули. Ну, не пули, а с одного снаряда, ребят. И, смотрите, ИС-7 там пытается что-то выкатиться, и вот как раз прекрасный момент, но, ребятки, он его не пробивает. Не пробивает нашего ПТ-вода, МК Раева, ребят. Тут ещё Гриль нарисовался, Гриль это уже опасный противник, но фугас успокаивает и его. И вот, смотрите, ИС-7 пытался закрутить и дал в каток, просто трэшак какой-то. Остаётся наш герой без мехвода, ИС, вообще, с лоу-хп, просто жёсткий лоу-хп. Смотрите, сейчас он будет клинчевать ИС-7, и, ребят, что здесь будет, победа или слив, как вы считаете, реально ли здесь вытащить? Первый выстрел он танканул, но, ребят, и сам при этом не пробил. Всё-таки 2 дедушки, они в клинче очень жёстко могут танковать. Тут, смотрите, фугас на 33 залетел, и совсем уж мало хп, может даже стара надо брать нашего МК Раева, этот ИС-7. Ну-ка, ребят, давайте скрестим пальцы, пытается выцелить ИС-ок, но всё-таки не заходит очень читерная броня у этой ПТ, реально. Ещё одна плюшка залетает по ИС-7, и вот тут уже ИС-7, по-моему, занервничал. Ну-ка, ребят, давайте один фугас, по идее, ребят, но не заходит этот фугас, конечно. Очень повезло нашему герою всё-таки. В общем, друзья, вот такой вот бой, обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этой ПТ, и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok